Да, делать обзор на игру 12-летней давности, потому что она снова вышла, это странно. Но добро пожаловать в мобильный гейминг. Приветствуюся, птицы и свиньи, с вами я, Флейксбёрд. И да, это наконец-то случилось. Спустя 2,5 года, благодаря нашим стараниям, легендарная оригинальная Angry Birds Classic вернулась в виде переиздания Rovio Classics Angry Birds. Событие, безусловно, важное, несмотря на то, в обстановке мы его встретили. Но разве какие-нибудь ещё фанаты своими усилиями добивались возвращения своей любимой игры? Сегодня посмотрим, каким вышло это возвращение, вернёт ли серия своё былое величие и чего нам ждать от франшизы в будущем. Ну, полетели. И мы лаунчим, и мы крэшим, let's hit the pigs, till they all go pop, we're the best birds, but we're angry, if you take our eggs, we're never gonna stop. Every feeling that I believe will get three stars and set you straight. Maybe find a golden egg and win until the next update. Эту историю вы и так прекрасно знаете, потому что мы все были её непосредственными участниками. Но давайте всё-таки вспомним основные моменты. Первая игра серии Angry Birds, известная сейчас как Angry Birds Classic, вышла 11 декабря 2009 года на устройствах iOS и MyEmo. Позже игра вышла и на других операционных системах, в том числе и на Android. И почти 10 лет игра была доступна бесплатно в магазинах приложений iOS и Android. Но летом 2019 года Рови убрали её оттуда. И сначала вроде Рови писали, что сделали это ради каких-то тестов, все сразу начали строить теории по этому поводу, но позже Рови написали в техподдержке причину удаления игр. Они были удалены из-за того, что Рови больше не могли оптимизировать игры, из-за того, что движки, на которых они написаны, устарели. И работать с ними уже просто невозможно. И также они написали, что решили сосредоточиться на новых играх. И понятно, что фанатов такой ответ не устроил. И так за последние годы ничего нормального в серии не выходило, так ещё и любимые игры у них отняли. Они стали требовать возвращения игр. В это время и всплыл знаменитый хэштег BringBack2012. Ютубер Maximus Overdrive запустил хэштег ещё в сентябре 2018 года. Знак протеста против многих других решений Рови. Но после этого инцидента хэштег распространился как «Шторм». Многие поклонники в конце 2019 года начали распространять его на таких платформах, как Facebook, Twitter и YouTube. Но это имело много последствий, такие как ненависть и токсичность, растущие ещё быстрее в адресу Ровио. В 2020 году Maximus решил покинуть сообщество Angry Birds из-за этого. Время, как войны ненависти и пламени продолжались в течение всего года. Почему именно 2012 год? Но скорее всего он был выбран случайно, как неплохой год для серии. Хотя были годы и поинтереснее в плане игр, как например 2014, когда уже вышел Angry Birds Epic. Но ничего уже не поделаешь. Был выбран такой год, и эта казалось бы малозначительная деталь, серьёзно повлияла на вышедшую сегодня игру. А фанатское движение тем временем набирало обороты. Мы все его поддерживали, появлялись и новые хэштеги, например, SaveRovio от русскоязычного ютубера Дезера, который предлагал свою стратегию по спасению франшизы. В 2021 году у Ровио сменился гендиректор. На место катили варант и пришёл Александр Пельтье Норманд. И 22 июня 2021 года Ровио опубликовали письмо с извинениями перед фанатами и пообещали вернуть им старые игры. И ностальгическое ощущение 2012 года. 15 июля, эксклюзивно для подписчиков Apple Arcade, на iOS вышла Angry Birds Reloaded. Это что-то вроде некого ребута оригинальной игры. Как писали Ровио, она немного вдохновлена ею. Но, как мы знаем, я делал ролик с подробным сравнением всех уровней из Reloaded и Classic. Там практически все уровни тупо копировали точь-в-точь уровни из Classic, просто поменяв текстуры. В ролике были уровни, которые я подписал как оригинальные, но, казалось, они тоже были взяты из Classic. Просто из секретного эпизода Mighty League Test Levels, который как бы есть в игре, но игрокам недоступен. Его можно открыть только с читами или модами. Что Ровио в нем тестировали, непонятно, но он все-таки есть в игре. Ну ладно. В целом фанаты были довольны даже этим. А 23 ноября Ровио объявили, что возвращают Classic. Ровио опубликовали свой первый дневник разработчика, объяснив, что компания переделает оригинальную Angry Birds и выпустит ее в первом квартале 2022 года. И открыла вопросы и ответы в твиттере, позволяя поклонникам задавать вопросы о проекте с хэштегом BringBack2012. Месяц спустя, 22 декабря, они опубликовали еще один дневник разработчика, ответив в нем на некоторые вопросы, которые фанаты опубликовали в твиттере. Некоторые из вопросов, на которые были даны ответы, вращались вокруг переиздания, являющегося отдельным приложением. Эти две части дневника мы разбирали подробно в предыдущих роликах. Но потом вышли еще две части, которые мы сейчас разберем. Хоть игра уже и вышла, но интересные детали в этих дневниках все равно есть. 26 января этого года Рови опубликовали третью часть своего дневника разработки Возвращение Классик с довольно интересной информацией. Я прочитаю вам статью полностью. После нашего объявления мы вернем оригинальную игру Angry Birds в магазины приложений. И у нас есть краткий обзор последних разработок. Если вы еще не следили за нашим дневником разработчиков о нашей перестройке оригинальной классической премиальной игры Angry Birds, вы можете ознакомиться с нашими предыдущими постами здесь и здесь. В этом обновлении у нас есть пара скриншотов последней разработки, чтобы поделиться ими с вами. Давайте погрузимся прямо в них. Вот скриншот оригинальной игры 7 уровня 2 эпизода Mighty Hawk. А это скриншот прямо из нашей перестройки на юнити того же уровня. Они выглядят довольно похоже, не так ли? Именно в этом и заключается суть. Мы действительно прилагаем все усилия, чтобы воспроизвести не только внешний вид, но и ощущения оригинальной премиальной игры. Выпущенной в 2009 году. Но со всем контентом, выпущенным до 2012 года. Уровень 2.21 в первом эпизоде. Почт X из оригинальной версии игры 2012 года. И этот же уровень из сборки юнити, над которой мы сейчас работаем. Мы уделяем много внимания деталям при перестройке этой игры, чтобы она работала на современных мобильных устройствах и была близка к оригинальной версии 2012 года, включая весь контент того года. Как мы уже заявляли ранее, будут все 8 эпизодов, которые были доступны в начале 2012 года, а затем еще некоторые. Это 391 уровень ностальгического действия Angry Birds, опрокидывающего башню. Мы по-прежнему стремимся выпустить игру в магазинных приложениях в первом квартале этого года, но следите за обновлениями от нас, поскольку работа по восстановлению продолжается. Сэмми и Стив. Это разработчики. Из этого заявления стало понятно, что Рови решили воссоздать игру в том виде, в каком она была в 2012 году, и поэтому сделали персонажей именно в том старом дизайне. Раньше они заявляли, что дизайн будет похожим, но не говорили, что точно таким же. И 2 марта вышла последняя, четвертая часть дневника разработки. Давайте ее прочитаем. Возвращаясь к 2012 году, дневник разработчика 4. Пасхальные яйца и орлы. Узнайте о неожиданном происхождении одного классического уровня Angry Birds, и о том, какое отношение все это имеет к могучему орлу. Возможно... В духе приближающегося пасхального сезона, хорошо, что до этого еще далеко, но хватит этой зимы. Мы начинаем сегодняшний дневник разработчика с небольшого пасхального яйца из оригинальной игры Angry Birds. На протяжении многих лет мы получали тонны фанатских дизайнов уровней для игры Angry Birds, но первый, который был реализован в игре, можно найти в главе Danger Above. Уровень 8.3. В апреле 2010 года мы получили электронное письмо от матери пятилетнего ребенка по имени Итан. Итан был мастером по созданию уровней, и его мама была достаточно любезна, чтобы поделиться одним из его творений с нами по электронной почте. Согласно спецификациям Итана, уровень должен был содержать вихревую стену, от которой могут отскочить птицы, взрывающуюся коробку ТНТ, сундук с сокровищами, бриллианты и трофей. Оригинальный рисунок уровня Итана. Итан даже планировал, какие птицы могут быть использованы на уровне. 2 Чака, 1 Бомб, 1 Матильда и 1 Синяя Троица. Птичий состав Итана. 2 Чака, Бомб, Матильда и Синяя Троица. Команда была настолько впечатлена дизайном, что они воссоздали его как можно ближе к спецификациям Итана, добавив имя Итана, который можно найти, подбросив птицу высоко в воздух на уровне. Он был добавлен в игру в июне 2010 года. Мы рады сообщить, что уровень Итана также будет включен в перезидание Angry Birds. Прямо там, где он был в оригинальной главе Danger Above. Уровень 8.3. Годы спустя в Angry Birds Kino 2 так получилось, что мы обнаруживаем, что настоящее имя Могучего Орла, как вы уже догадались, Итан. Совпадение? Да, наверное. Или это не так? В любом случае нельзя отрицать, что Могучий Орел является большой частью лоры Angry Birds, важным персонажем в фильмах и существенным усилителем в играх, чтобы прорваться через эти трудные для прохождения уровни. Впервые появившись в игре Angry Birds в 2010 году, Могучий Орел был одноразовым покупным бонусом, который позволял игрокам вызывать орла на любом уровне, просто подбросив банку с ордины. Орел позаботится об остальном, уничтожая все на своем пути. Когда дело доходит до истинных завершенцев, для которых достижения трехзвездочного балла недостаточно, 100% Eagle Score был последним шагом перед переходом на следующий уровень. Посмотрите, насколько разрушительно может быть Орел в гифке ниже. Да, очень страшно. Теперь, когда мы вновь представляем Angry Birds в магазинных приложений, мы не могли оставить такого основного члена стаи вне партии. Только в этот раз Могучий Орел доступен всем игрокам без необходимости дополнительной покупки. Любой, кто купит Angry Birds, получит полный доступ к Могучему Орлу и его разрушительной атаке. Используйте эту большую птицу, чтобы сбить свиней на сложных уровней или уничтожить все, что осталось для максимального балла. Мы рады, что влияние наших поклонников можно так сильно ощутить даже 12 лет спустя. И мы благодарны за то, что у нас есть такое потрясающее сообщество. Которое все еще отправляет нам свои дизайны уровней и фан-арты по сей день. Это про всех вас и про тебя тоже, Итан, если ты это читаешь. Сэмми и Стив. Из этого дневника стало понятно, что Могучий Орел будет в игре и будет доступен бесплатно. Как вы уже знаете, 4 марта Ровио запустили новый ютуб канал Angry Birds Gaming. И 14 марта вышел дискорд сервер Ровио Гейминг. И там появилась роль Ровио Классикс Angry Birds. Так мы и узнали название перевыпуска игры. И от сотрудника Ровио по имени Бак, который занимается этим сервером, 15 марта мы узнали дату выхода игры. 31 марта. И также цену 99 центов. Его твиттере твитнул Ред, но официального сообщения о дате выхода игры на сайте Ровио или в их соцсетях так и не было. Так что рекламной кампании, ну, практически не было. Они просто поменяли оформление в соцсетях. И Ред устроил обратный отсчет до выхода игры за 3 дня, стилизованный под звезды из игры. И только 31 марта, в день выхода перезапуска, вышел трейлер игры. Причем сначала он вышел на Angry Birds Gaming, где всего 19 тысяч подписчиков. А только вечером на основном канале Angry Birds. И, конечно, Ровио выпустили новую статью на своем сайте. Прочитаем ее. Классическое возвращение. Ровио Классикс Angry Birds выходит сегодня. Не пытайтесь корректировать свои календари, поклонник Angry Birds. 2012 год вернулся. Сегодня Ровио объявляет о запуске Ровио Классикс Angry Birds. О создании оригинальной игры Angry Birds. В том виде, в каком она появилась в магазинах приложений в 2012 году. Игра включает в себя все главы, которые были в оригинальной игре, примерно в начале 2012 года. А также все пасхальные яйца и дополнения, которые можно было найти в игре в то время. Почему-то 2012 год, после того, как Angry Birds была удалена из магазинов в приложении в 2019 году, фанаты стекались в социальные сети, объединившись, чтобы призвать к возвращению игр. Используя хэштег Прингбэк 2012. Протест невозможно было игнорировать. Мы чрезвычайно благодарны за то, что у нас есть такое удивительное сообщество заинтересованных фанатов, которые глубоко заботятся о наших играх. Говорит генеральный директор Ровио Александр Пельтье Норманд. Angry Birds затронуло так много людей и широко представлено в мобильных играх. Услышав протест наших фанатов, нам просто нужно было найти способ вернуть Angry Birds. Первоначально построенная на фирменном игровом движке Ровио, Ровио Классикс Angry Birds была перестроена с нуля в Unity, создав более устойчивую платформу для игры, которая будет предлагаться на новых устройствах, сохраняя при этом подлинный опыт Angry Birds 2012 года. Пока мы восстанавливали Angry Birds, мы позаботились о том, чтобы сохранить ощущение оригинальной игры Angry Birds, говорит исполнительный продюсер игры Саммер Анкаймен. Мы знаем, что наши фанаты – сыскательная группа и смогут найти даже небольшие различия. Соответствие геймплею и внешнему виду оригинальной игры имело решающее значение. Свиньи уничтожили все поварапы в игре, так что остался только Могучий Орел, который будет доступен всем игрокам бесплатно. Предлагаемый в оригинальной игре Angry Birds в качестве покупки в приложении, Могучий Орел дает игрокам возможность пройти некоторые из наиболее сложных уровней. Игроки также могут использовать эту большую птицу, чтобы достичь 100% Eagle Score на каждом уровне, в дополнение к классическому трехзвездочному достижению. Rovio Classics Angry Birds теперь доступна в Apple Store и Google Play в качестве премиум игры по очень ретро цене 99 центов. И теперь пора переходить к самой игре. Но как ее скачать? Ведь, как вы знаете, из-за недавних событий, Rovio убрали все свои игры из магазинов на территории России, Белоруссии. Поэтому Rovio Classics Angry Birds у нас просто не вышло. Можно ли это как-то обойти? Ну, я создал с помощью VPN американский аккаунт в Гугле и вводил разные американские индексы к данным карты. Но это не помогло. У меня просто не получилось привязать карту. Здесь нужна карта банка другой страны, потому что так купить не получится. Хотя кто-то мне писал о том, что у него вроде получилось, но всех нюансов я не знаю. Может, есть какие-то суперсложные способы по покупке приложений в Google Play, но я ничего такого не нашел. И так заморачиваться из-за переиздания старой игры, я думаю, никому не хочется. Так что, если у вас нет возможности, не знаю, уехать в другую сторону и там завести себе новую карту, или попросить кого-то из знакомых из другой стороны купить вам игру, то легально достать вам Rovio Classics не получится. Но забегая вперед, вам нету смысла скачивать ее нелегально, если у вас поддерживается старая классика. Потому что нового контента в Rovio Classics нет. Поэтому пока вы можете подождать, а потом, когда игры вернут, у меня есть надежда, что все уляжется, игры нам действительно вернут. И тогда вы купите легальную игру в Play Market или Apple Store. Но мне она была нужна для этого ролика, так что пришлось спиратить. Спиратил я сайта Android, она там появилась с первого дня выхода игры. Насколько это безопасно, я правда не знаю. Там какие-то вроде подозрительные файлы подписчики нашли, в Телеграме писали. Скачивайте на свой страх и риск. Но опять же, вы можете скачать старую Classic из библиотеки и приложений, или на каком-то пиратском сайте, но которому вы доверяете больше. Даже можете найти какую-нибудь старую версию игры, без этих замков на уровнях. Потому что особого смысла пиратить новую классику нет. Для тех, кто все-таки хочет скачать из любопытства, возвращение легендарной игры, переходите по ссылке под роликом. И рядом с кнопкой скачать есть инструкция, там есть ссылка на SAI. Это приложение для установки файлов. Скачиваете его, устанавливаете, потом скачиваете Classic, и через SAI устанавливаете его. В Files Classic лежит в Download, если что. Ну а теперь у вас полно вирусов, но зато вы можете насладиться игрой. Так что переходим к ней. Для начала поговорим про ее особенности. Исполнительным продюсером игры выступил сами Арон Кайнин, который занимался Angry Birds Reloaded. Ну понятно почему его выбрали, опыт работы с перенесением уровней из классики у него есть. Ремейк был разработан на Unity, а не на Box 2D, который использовался в оригинальной версии Angry Birds. Ремейк платный и не содержит рекламы или микротранзакций. В отличие от оригинальной версии, которая всегда была бесплатной на Android и стала бесплатной на iOS в 2016 году. Игра основана на версии 2.1, но с полным эпизодом Surf and Turf и в Birdy Party добавили 15 уровней, которые вышли в 2019 году, но позже в версии 2.1. Так что в игре 8 эпизодов и один дополнительный. А именно Poshed Eggs, Mighty Hawk, Danger Above, The Big Setup, Come and High, Mine and Dine, Birdy Party, только вторая и третья годовщина в этом эпизоде есть, Surf and Turf и дополнительный Golden Eggs. Но в целом больше про игру сказать нечего, потому что это просто копия версии 2012 года. А это видео не обзор Angry Bros Classic, а разбор вот этого вот перевыпуска. Так что скажу про каждую составляющую игры кратко. Только то, что изменилось. А этого очень мало. Потому что Рови просто хотели воссоздать классику в том виде, в котором она была в 2012 году. И этого они добились. Так что интерфейс, например, понятное дело не поменялся. Начнем с геймплея. Из нововведений здесь только более удобный способ вернуть птицу в рогатку. Когда вы ее оттянули и решили не стрелять, вы можете просто нажать на экран, и птица попадет обратно. Ну и в целом это все. Рови действительно постарались, чтобы создать старую физику на новом движке. Кто-то писал, что птицы, в частности Red, стали слабее. И возможно это даже так. Я поиграл в последнюю версию Classic, скачал с пиратских сайтов версию 2.1 и 2.3, и особой разницы в стиле птицы не заметил. Вы сейчас можете видеть сравнение разных версий на экране. Может птицы стали чуть слабее, но это не критично. Все равно можно спокойно играть. И возможно Рови это еще как-то понерфит в будущем. Графика. Тут говорить особо не о чем. Игра выглядит так же, как она выглядела в 2012 году. Конечно, можно найти какие-то мелкие отличия. Тут расстояние между кнопками не такое. Здесь еще что-то. Но никто на такие детали обращать внимание не будет. И игре это никак не вредит. При запуске большие тексты сделали локализуемым. Игру перевели на большее число языков. Логотип возвращен к логотипу 2010 года. Вместо нового логотипа, который можно увидеть в Angry Birds 2. И в играх, вышедших после нее. Спрайты для птиц и свиней были возвращены к оригинальным спрайтам. Бывшим в игре до версии 4.1 и в игре Angry Birds Seasons. Также известных как дохромированные спрайты. Потому что новые спрайты, которые называют хромированные, появились впервые в Angry Birds Chrome. Это особая веб-версия игры для браузера. И может возникнуть вопрос, а поменяют ли его на хромированный дизайн в обновлениях? И будут ли они вообще? Об этом мы поговорим позже. Из изменений здесь еще до победы на уровне, птицы могут начать радостно кричать. Как при победе на уровне. Например, когда вы уничтожаете свинью, но это случается не всегда. Ну, понятно, что в старых версиях такого не было. Птицы издавали этот крик только после полного прохождения уровня. И также свиньи могут начать улыбаться. Когда вы еще не проиграли. Такого тоже не было в оригинале. И не знаю, сделано это специально, и разработчики что-то не так просто сделали. Но это непривычно. И честно говоря, выглядит так себе, потому что свиньи улыбаются до конца уровня. Может они хотели сделать игру более современной, чтобы свиньи и птицы реагировали на происходящее. Как например в Angry Birds 2 или в Angry Birds Journey. Но не знаю. Может это еще и исправит. Перейдем к саунд дизайну. Звуки остались прежними, но их почистили. Потому что в оригинальном классик был такой очень глухой звук с шумами. Здесь все звучит отлично. Приятно слышать заглавную тему игры в таком качестве. Что касается оптимизации багов, то с оптимизацией вроде все нормально. Никто не жалуется. А баги действительно есть. Их очень много. Но большую часть уже пофиксили. Рови активно выпускают обновления с исправлениями. И даже советовали фанатам писать о багах им. Остались в основном только визуальные баги. Мне встречались только они. И игре они не мешают. Понятно, что в ближайшее время их пофиксят. Для игровой индустрии большое количество багов на старте игры это нормальное явление. Кто-то скажет, что это все-таки не скупер сложная игра. И можно было все исправить. Ну хотя бы какие-нибудь очевидные вещи. Типа Холоку-бомба. Не того цвета. В ролике с демонстрацией способностей. Нужно было просто это перепроверить. Да. Но дело в том, что Рови заявили, что вернут игру в первом квартале 2022 года. Последний день которого как раз 31 марта. А у компании есть обязательства перед инвесторами. И поэтому если бы Рови не выпустили игру 31 числа, то у них были бы проблемы с инвесторами. А они лишились бы денег. Так что разработчики спешили, чтобы выпустить игру именно в этот день. Но ничего страшного в этом нет. Никаких критических проблем у игры нет. Я не считаю, что есть что-то страшное в том, что на релизе в игре есть баги. Которые будут исправлены, ну, через месяц. Вспомните релоду. Сколько там было багов на релизе, и сейчас все с ней нормально. Так что из-за багов переживать явно не стоит. И большое нововведение игры это бесплатный Могучий Орел. Да, поварапов тут нет, никакого доната и рекламы нет. Но Могучего Орла Рови все-таки оставили. Потому что это важная часть игры. Он здесь абсолютно бесплатный. И на пройденных уровнях вы можете использовать его сколько угодно раз. Ну, чтобы там пройти там уровень на 100% иглскор вот этот. Но если вы примените Орла на уровни, которые вы еще не прошли. То на других непройденных уровнях вы не сможете применять его еще час. Но вы можете перепройти уровень, который вы прошли с помощью Могучего Орла просто птицами. И тогда ограничения снимется. Это справедливая система, которая нужна, чтобы игроки не могли пройти всю игру просто Орлом за час. Спидранером соболезную. Также Рови вернули Ровио аккаунты. 8 марта они предупредили, что 18 марта удалят старые аккаунты. Старые, поэтому чтобы сохранить свой прогресс, нужно было скачать игры и войти там в аккаунты. Теперь эту систему вернули. Я смог спокойно зарегистрироваться по почте. По мне эта система гораздо удобнее, чем привязка к Фейсбуку или Гугл Плей играм. Потому что нужно просто написать почту и вам на нее придет код с подтверждением. И не надо там заходить в Фейсбук с этими паролями. Или там в Гугл Плей игры их скачивать. Но не знаю как там с надежностью этой системы. Потому что вы помните какие проблемы случались со старыми аккаунтами, когда игроки просто потеряли весь прогресс. Сейчас из функционала в аккаунтах только сохранение прогресса. Будут ли они что-то добавлять или интегрировать эту систему в какие-то другие игры, пока непонятно. Но было бы неплохо. И в принципе это все, что можно сказать про эту игру. В целом это просто с уважением сделанное возвращение старой игры за справедливую цену. Как верно подметил Деменко, игру стоит покупать, чтобы поддержать выход таких ремейков других игр. В смысле пиратить ее нет. Потому что ну вы наверное сможете просто скачать старую Classic, если у вас она поддерживается. И там будет только больше контента. Но если хотите поддержать выход новых подобных проектов, получать обновления и новый контент, если он будет, и интегрироваться в новую экосистему Rovio, то эту игру нужно купить. Сейчас такой возможности нет, но будем надеяться, что она все-таки появится. Честно, когда я ее запустил и слышал эту музыку, увидел старый минималистичный главный экран игры, еще не захламленный всякими там кнопками с рекламами, чувство ностальгии действительно на меня нахлынуло. Никогда не думал, что от этой игры я все-таки его испытаю. И похоже, что это единственное, на что по мнению Rovio способна эта игра. Да, игра вышла на первое место в топе платных игр в плеймаркете. Сейчас, правда, Майнкрафт ее сместил. Сейчас у нее 50 тысяч скачиваний. Но такое ощущение, что Rovio не считают, что у этой игры есть перспективы для развития. И с самого начала считали, что у нее не будет особого успеха. Это видно по их маркетинговой кампании, которой, как я уже говорил, фактически не было. Я, конечно, понимаю, что сейчас выход Angry Birds Classic все равно не сможет стать главной новостью. В связи с вообще рекламировать игру, вышедшую 10 лет назад, это странновато. Да и, казалось бы, Classic в рекламе не нуждается, но все равно, даже у Reloaded маркетинг был больше. Дату выхода игры мы узнали от администратора Discord сервера. Он просто написал в Твиттере и все. Никаких официальных анонсов, ну кроме Ретвита Реда и смены дизайна в соцсетях. Хотя на самом канале Angry Birds до сих пор висит оформление Сауэр Мэднес. Только 31 марта вышел трейлер, да и то сначала на канале Angry Birds Gaming с 19 тысячами подписчиков. Только к вечеру дня он вышел на славном канале и к сегодняшнему дню собрал всего полмиллиона просмотров, что для Ровио не так уж и много. Ровио даже не пытались продвигать игру, не пытались нагнать скачивание, как это было с Journey и той предрегистрации. И почему же? Потому что думали, что это не имеет смысла. Те, кто хотел поиграть и просил возвращения игры, все равно следили за разработкой и скачают первый день. А новых геймеров эта игра просто не привлечет, по мнению Ровио. Ровио даже не позиционировали эту игру как что-то самостоятельное и перспективное. Они ведь даже название сделали такое, Ровио Классикс и подзаголовок Angry Birds. Ну то есть это как бы такая небольшая серия каких-то классических игр Ровио, которой даже название игры вторично по отношению к этой линейке. Для этого они взяли лого Ровио Старрс. Это их существовавшее подразделение, которое выпускало игры не по Angry Birds. Ну то есть они как бы показывают, что вот есть основные игры, там какая-нибудь Reloaded, Angry Birds 2, Journey, Dream Blast. Ну а есть такая небольшая линейка ремастеров. И возможно Ровио и правы. Может современным мобильным геймерам и правда Angry Birds Classic не особо нужна. И перезапуск обретет популярность только среди ярых фанатов серии. В недавнем интервью на PocketGamer.biz, где Александр Пелетье-Норманд рассказывал о развитии бренда Angry Birds и всей компании Ровио, он сказал, что Ровио сосредоточено на играх, которые понравятся всем геймерам. Как например Journey. Ориентировать игры на какие-то низшие аудитории на мобильном рынке очень сложно. Так что Ровио не думали, что игра будет интересна кому-то кроме старых поклонников Angry Birds. И по правде говоря, игра ощущается несколько устаревшей. Да, с одной стороны есть Reloaded Friends, которые примерно такие же, но они все-таки не кажутся такими старыми. Но эта новая игра без пауэрапов, со старыми спрайтами, без нормального количества анимаций у птиц и свиней, выглядит действительно как ретро-продукт. Если бы Ровио взяли хромированные спрайты, то игра вышла бы наверное поживее. Но из-за привязки к 2012 году все вышло именно так. Наплевательское отношение к продвижению этой игры доказывает еще новости и обновлений, вышедшие недавно на Angry Birds Gaming. Видео вышло после выхода игры, но там назвали дату выхода Angry Birds Classic. И как бы что, почему это тогда не выпустили заранее, или не убрали бы эту часть из выпуска. Ну ладно. Понятно, что Ровио не думали, что эта игра может быть интересна кому-то кроме Олда в серии. И значит маркетинг ей не поможет. Что еще можно сказать? Что касается реакции на игру, то оно безусловно положительное. Оценка 4.8 в плеймаркете. Правда у меня в группе ВК писали, что эта игра не сильно кому-то нужна. Но как я уже говорил, если вы хотите поддержать выход других ремейков, получать возможное обновление и Ровио аккаунты, то купить игру можно. Ну и вообще, это просто победа фанатов над компанией. Про выход игры написали разные издания, но ничего особо интересного в этом нет. Рови выпустили видео с ответами на вопросы фанатов сами Ронкайнима, который занимался этой игрой. И этот ролик должен был пролить свет на будущее этой игры. И некоторые ответы там есть. Но давайте его посмотрим. Привет, меня зовут Бак. И добро пожаловать в разговор со стаей. Сегодня я Сами. Привет, Сами. Я рад увидеть тебя здесь. Можешь рассказать нам немного о том, что ты делаешь в Ровио и как ты связан с Angry Birds Classic? Хорошо, спасибо. Эмм, я счастлив быть здесь. Я Сами Ронкайнин. Я глава игровых проектов Ровио. И это моя команда сделала этот ремейк классики, который уже вышел. Я работал над игрой в качестве руководителя проекта. Что означает, что каждая задача, которая не принадлежит определенному специалисту, является моей. Долгожданный релиз Ровио Классикс Angry Birds наконец-то случился. Сейчас игра доступна для скачивания всего за 99 центов. Я думаю, будет занимательно найти самые интересные комментарии в Твиттере и на Ютубе и сделать твою реакцию на них. Конечно. Начнем с вопросов с хэштегом BringBack2012 из Твиттера. Вопрос номер один. Будут ли какие-нибудь эпизоды из игры, вышедшие после 2012 года? Мне не очень нравится большинство из них, но Red's Mighty Feathers and Short Fuse замечательные. Вопрос номер два. Птицы и свиньи будут дизайны 2009 года или 2011, которые были в Хроме и в Рью? Вопрос номер три. Будет ли игра обновляться? Давайте начнем со второго вопроса. Мы намеренно хотели, чтобы игра чувствовалась ретро. Поэтому визуальный стиль не является точной копией какой-либо версии. Но персонажи намеренно старые. То, с чем вы будете играть, это ранние версии персонажей оригинальной Angry Birds 2012 года, которые часто называют прихромными. Что касается контента, игра будет такой, какой она была в начале 2012 года и немного позже, потому что было несколько обновлений в течение 2012 года. Так что в игре будет полный эпизод Surf and Turf и уровни Bird and Cake 2012 года, просто чтобы добавить стеллу и баблзо в игру. Мы не включили в игру контент из 2013 года, так что Red's Mighty Feathers and Short Fuse не будет. Эти эпизоды включают некоторые игровые механики, которые немного отличаются от оригинальных. Так что это потребует небольшой работы над тем, чтобы добавить их в игру. Мы дискутировали также насчет возможных обновлений. Но перед тем, как принять решение насчет них, нам нужно узнать, как игра будет принята. Но я не говорил окончательного нет. Спасибо сами. Следующий вопрос Ютуба. Комментарий Амара. Он говорит, выглядит так, что Рови наконец поняли свои ошибки и теперь возвращают свои старые игры. Я не считаю, что убирать старые игры из магазинов и приложений было ошибкой. Много старых игр, таких как оригинальные Angry Birds, были сделаны на очень старом игровом движке и имели очень много обновлений. Вслуживания обновлений этих игр оказались неосуществимыми. Но в то же время мы знали, что это классические игры, которые наши игроки любят. Так что мы начали работу над воссозданием старых игр с нуля на современном игровом движке. И это то, что мы выпустили сейчас. Да, это означает, что удаление старых игр не случилось просто так. И смотря на ту ситуацию сейчас, абсолютно понятно, что удаление некоторых из этих игр, возможно, не было пояснено фанатам нами. И мы признали это в нашем письме фанатам в июле 2021 года. Но, как ты уже сказал, уже не было возможности поддерживать и обновлять те игры. Вернёмся в твиттер для другого вопроса. Чонкман написал, увидим ли мы какие-нибудь материалы по ремейку Angry Birds Classic. И я сам могу ответить на этот вопрос. Это отсылка к каналу на ютубе Angry Birds Gaming, на котором это видео и выходит. Так что ответ на вопрос, да, конечно. Этот новый канал и рассчитан на все наши игры Angry Birds. Так что дайте нам знать, какие форматы видео вы хотите. Мы посмотрим, что мы можем с этим сделать. Сами, есть что-нибудь, что ты мог бы добавить? Эм, возможно, пару слов про само создание игры. Как я уже сказал, мы создали игру с нуля. Так что мы создали абсолютно всё с нуля. От уровней до элементов интерфейса. И одно из вещей, о которых мы спрашивали сами себя множество раз во время разработки игры, было... Мы пытаемся создать точную копию игры, такой, какой она была. И если нет, должны ли мы улучшить или перерисовать некоторые вещи, которые сейчас выглядят немного устаревшими. Но мы решили, что мы хотим дать старые ощущения. Дать почувствовать ностальгию из-за игры в таком виде, в котором она была в 2012 году. Так что вы можете ожидать от игры ретро ощущений, даже если игра будет обновлена. И она выглядит хорошо даже на современных экранах, с высоким разрешением. Но в игре обязательно будут небольшие некоторые различия. Например, физический движок различается. Мы пытались сделать игру как можно похожей на оригинальную, но я уверен, что есть фанаты, которые заметят некоторые различия с оригиналом. Но я думаю, что всё нормально. Мы даже можем сделать из этого некий челлендж или соревнование. Это правда, я видел обсуждения, уже идут на нашем новом официальном дискорд сервере Rovio Gaming. Там уже пишут про отличия и мелкие детали, которые фанаты нашли. И это всё на сегодня. Увидимся в следующий раз в тайме. Увидимся. Что можно сказать по этому интервью? Как видно, действительно, Rovio нацелили свою игру на ностальгические ощущения. Поэтому выбрали самый старый дизайн. И действительно, он вызывает ностальгию. Но это не значит, что Rovio не могут пойти дальше. Ведь Сами сказал, что всё будет зависеть от реакции на эту игру и её успеха. А видно, что фанаты будут просить обновлений. Так что, возможно, в скором времени мы увидим какой-нибудь опрос. Как те, которые выходили в прошлом году. Но, как я уже и говорил в начале ролика, делать обзор на игру 12 лет недавности, потому что она опять вышла, это странно. Но ждать обновлений, которые уже выходили, ещё странней. Но посмотрим, что будет. Непонятно, будут ли они тогда менять дизайн персонажей, ведь некоторые эпизоды уже вышли в новом дизайне. Я, честно, не был бы против, если бы и Сизенс, которая была всегда в прихромном дизайне, вышла в новом. Но это лично моё мнение, мне прихромный дизайн просто не очень нравится. Хотя он и вызывает ностальгию. Но, что будет делать Аровио, не очень понятно. 2012 год был выбран фанатами, по сути, случайно. Но Аровио зацепились за него, чтобы опять случайно не расстроить фанатов. Потому что, ну, раз они просили 2012 год, то если сделать игру такой, то, наверное, они будут довольны. Но видно, что Аровио готовы вернуть и другие года. Ведь в трейлере, в сцене, где Редли ставит твиттер, примелькнуло сообщество Bring Back 2015. А это год с Эпиком и Гоу. Так что, возможно, мы их тоже увидим. Кстати, о трейлере. Баг, который как раз и брал интервью, писал в твиттере одну интересную деталь про трейлер. Которую никто из фанатов не заметил. Когда Ред попал в прошлое, он отвлёк случайно птиц от охраны гнезда. И свиньи первый раз украли яйца. Да, звучит как какое-то безумие, но, как написал Баг, теперь это канон и часть лора. Некоторым это не понравилось. Они стали писать, что их детство убили почему-то. И всё такое. Но я не понимаю, в чём проблема. Это довольно забавная деталь, как по мне. Ни на что это особо не влияет. Это просто трейлер. Ваше детство никто не убивал. Потому что это просто Angry Birds, где лор, по большей части, мало что решает. Игры и так особо ничем не связаны между собой. Если вам не нравится такой вариант, просто не считайте это каноном. Никто вас не заставляет, и всё равно этот трейлер как бы ни на что не влияет. Просто франшиза Angry Birds функционирует на каком-то вообще мета-уровне, и даже у Реда есть настоящий аккаунт в Твиттере. А вот этот трейлер просто часть плана по созданию некого единого канона. Да, игры всё ещё не очень связаны, но это просто нужно, чтобы объединить старых и новых фанатов Angry Birds. Объединяя таким каким-то образом канон Angry Birds кино и старые игры. И для Ровио это очень важно. Им нужно примирить фанатов, чтобы новые игры были интересны всем. И Олдам, и тем, кто пришёл после фильмов и других новых игр. И этим трейлером они скорее пытаются привлечь фанатов классики к новому канону. Показать, что все игры связаны, и это всё-таки одна вселенная. Сейчас жёсткие хейтеры фильмов будут писать, что Ровио их предали, что они такое развитие вселенной не принимают, но мне кажется, Ровио делает всё правильно. Angry Birds не нужен чёткий канон. И фильмы, и Summer Madness, и Journey, и классика могут уживаться вместе. И новыми играми типа Bad Piggies 2 или ремейком Go должны наслаждаться все фанаты. Наоборот, без единого канона у разработчиков больше свободы и возможностей для создания чего-то действительно нового и интересного. Так что Ровио поступает правильно. В трейдере Ред читает твит от Angry Birds Network, который звучит так. Кто-нибудь собирается говорить о том, что Angry Birds Journey slash Summer Madness похоже на стирание фильма. Как вам удается полностью перестроить мир, который вы создавали несколько лет, дважды? Если сюжетная линия не нарушена, не исправляйте её. И на это Ред вздыхает, показывая тем, что всё это всё равно канон и не надо искать какую-то единую сюжетную линию. Это всё-таки не киновселенная Марвел. А потом он попадает в классик, показывая, что и это тоже всё канон. И также попадание Реда из фильма в классику можно интерпретировать как причину как раз выхода ремейка. То, что Ред попал назад и поэтому снова пережил те события, ну или создал просто новый таймлайн. Как вам больше нравится. Так что вот так. И символично, что после выхода классики игры Angry Birds достигли очередного достижения, суммарных скачали более 5 миллиардов раз. И выход классики к этому времени довольно символичен. Давайте прочитаем, что Ровио написали по этому поводу. Игры Ровио были загружены более 5 миллиардов раз с 2009 года, что означает, что у нас есть много благодарностей для фанатов. Недавно Ровио имела честь достичь 5 миллиардов загрузок по всему своему каталогу игр. Angry Birds была первой мобильной игрой, которая достигла 1 миллиарда загрузок. Что произошло в 2012 году, через 3 года после запуска игры. В мере того, как мы выпускали все больше и больше игр, и это общее количество загрузок увеличилось, также становилось все труднее понять, что все это значит. Так, сколько же это 5 миллиардов на самом деле? Давайте поместим это число в контекст. Население Земли достигло 5 миллиардов относительно недавно, превысив отметку в 5 миллиардов в конце 80-х годов. На момент написания этой статьи мы находимся на уютных 7-7 миллиардах. Так что есть по крайней мере несколько миллиардов человек, которые не играли в наши игры. И это нормально, мы любим вызов. Если вы разместите 5 миллиардов иконок приложений бок о бок, они будут простираться по всему миру с небольшим количеством свободного места. Но нам не нужно делать все это. Нам повезло, что нашими играми наслаждались люди почти на каждой территории мира. И по крайней мере на одной международной космической станции. Поклонник Angry Birds просили нас в Bring Back 2012. Примерно 5 миллиардов раз. Хорошо, это реально? Или это не так? Но тем не менее, у нас не было бы ни одной загрузки, если бы не вы все. Фанаты являются причиной, по которой мы это делаем. И мы собираемся продолжать делать игры, в которые вы любите играть. С персонажами, которые стали такой большой частью вашей жизни. Если бы мы потратили одну секунду, чтобы сказать спасибо за каждую загрузку игры, это заняло бы не менее 159 лет. Но пожалуйста, примите это скромное спасибо за то, что сделали все это реальностью. И хочется закончить это видео на позитивной ноте. Тем более в такой непростой ситуации, в которой мы все находимся. Поэтому хочу прочитать вам один твит, который был написан до выхода ремейка. Но сейчас он очень в тему. Фонд писал Om Malik. Это публицист, который пишет о коммерческом интернете с момента его рождения. И уж точно в этом что-то понимает. Он написал, однажды вы становитесь культурным феноменом. А на следующий день вы играете небольшую роль в рекламе Гейса. Удивительно видеть, как Angry Birds падает от своей грандиозности. И напоминает в конце концов, что каждый становится Yahoo. Yahoo это старая поисковая система, которая была самой популярной. И когда-то Google даже предлагал ей себя купить. Но вы понимаете, что произошло в итоге. Yahoo, чтобы остаться актуальной, не смогла измениться. И осталась на обочине истории. Хоть еще и существует. Как и Angry Birds. На этот твит забавно отреагировал Sam Red. Но все понимают, что Om все-таки прав. Но возможно сейчас у Angry Birds появился шанс как-то переродиться. И возможно не с помощью ремейков старых игр. Они безусловно нужны. И наверняка мы увидим ремейк Season, Space. И возможно к ним даже будут выходить обновления. Но по правде эти игры и правда немного устарели. И даже большой прибыли не принесут. Сейчас Classic скачали более 50 тысяч раз в плеймаркете. И сколько ровио заработали? Ну 50 тысяч долларов. Где-то. Что для них явно немного. С учетом стоимости разработки. Конечно игра еще соберет. Но не думаю, что очень много. Эти игры скорее важны как восстановление репутации франшизы. Чтобы старые фанаты вернулись к ней. Потому что вряд ли мы все-таки сможем просто пережить года с 2012 по 2015. Перевыпуская старые игры. Это все-таки так не работает. Но после того как старые фанаты вернутся. Ровио смогут выпустить действительно потенциально интересные проекты. Которые смогут возродить серию. Типа Badpiggies 2 или какой-нибудь Go 2. Где возможно используют оригинальные концепты Angry Birds Go. Со всякими там невероятными просто трассами. Недавно проходил опрос от Ровио по какой-то новой игре Angry Birds. Которой даже вышел трейлер. Выглядит это как странный гольф. И все это очень дешево. И да, наверное это не тот проект, который может спасти франшизу. Но, наверное, это был просто повод, чтобы сделать очередной опрос. И узнать, чего хотят фанаты. Опрос, правда, уже завершился. Но некоторые вопросы вы видите на экране. Так что Ровио пытается сейчас объединить всех фанатов. Вернуть тех, кто потерял интерес к франшизе. Чтобы сделать игры, которые бы понравились всем. И возвращение классики это только первый шаг. Что ж, я действительно люблю эту франшизу, несмотря ни на что. И верю, что она еще действительно сможет выдать какие-то интересные и инновационные проекты. Все-таки Ровио и изучает блокчейн, и машинное обучение. Занимаются технологиями топольной и виртуальной реальности. Помните, в прошлом году они там выпускали игру с дополненной реальностью для Топ Гольф? И, возможно, уже в этом году мы увидим Бэтпиггис 2. Это самый интересный проект на данный момент. И я надеюсь, что Ровио Пластикс Angry Birds это только начало возрождения легендарной франшизы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова